Шалом дорогие друзья, шалом Хаверин, мы на канале Рыбы Илья Гукоцара и сегодня мы поговорим с вами о праздниках Господних в рамках главы Торы, недельной главы Торы Боу. Боу и мы будем рассуждать о таком празднике как Песах, о его значении, о его глубине, о том ли мы поговорим сегодня, уместно нам ли его праздновать или неуместно, потому что есть мнение такое, что когда пришел Ишуа, это была совершенная жертва, типа принесенная за все грехи. И после этого его праздник этот был отменен, а теперь празднуется Пасха, так званая Пасха, слово, которое для меня лично оно непонятно и непонятно ни слово, ни то, что празднуется, потому что в корне отличается это от того, что говорил Бог. И мы это сейчас увидим и обсудим с вами и увидим большую разницу между Песахом Господнем или Днем Господнем, тем, которым сказано в Левитах. И поговорим именно о том уставе праздника, который заповедован был во веки вечные для всего Израиля. Друзья, прежде чем вот все это будем мы обсуждать с вами, хотел бы поблагодарить всех тех людей, которые в молитвах, которые финансовых, которые поддерживают нас в это время непростое. Также благодарю всех, большое вам спасибо всем тем людям, которые поддерживают канал и которые помогают каналу развиваться, ставя лайки, ставя свои комментарии, оставляя свои комментарии и делая все то, что я прошу делать. И как всегда я вас прошу, друзья, для того, чтобы канал развивался, давайте проявим свою активность и давайте будем подписываться, ставить лайки и комментировать. Тогда канал будет подниматься и больше людей будет получать ту информацию, которая, я считаю, является альтернативой той, которая там преподается, та теология, которая преподается в протестантских церквях, в частности, в православии, в католицезме. Ну и даже, к стыду скажу, во многих и мессианских общинах. Да, тоже такое есть, там где, мы знаем, харизматерия прикрыла себя кипами и несет вот такую не очень хорошие посылы людям. Ну, спасибо вам всем и благословляю вас, и пусть Божий мир будет в каждой семье, в каждом доме, и пусть Господь, светлое и его чистое лицо всегда будет на путях ваших. Чтобы никто из вас, ни ваши дети, ни вы, ну, не дай Боже, не ходили во тьме, а ходили всегда во свете Господнем, ну, и ходили не спотыкаясь, потому что только слепой идет и спотыкается, потому что не видит и не знает, куда он идет, и что он делает, и зачем он идет. Такие люди названы беспутными. Мы же с вами представляем приблизительно, куда мы идем. Мы имеем направление, которое нам показал Машеах, единственный путь и другого нету, это, ну, это в послушании и ровно тем путем, который он прошел, исполняя Танахи, исполняя Тору, и не будучи противником Бога, а будучи послушным сыном. Надеюсь, что у нас все получится, и мы дойдем до конца. Друзья, прошу прощения, забылся себе налить компот, а так печень не сильно здоровая, и когда начинаю говорить, ну, тем более много, ну, начинаю тут, ну, как, ну, подсушивать. О, хорошо, начинаем, друзья, разбираться, и я сейчас, ну, прочитаю отрезок, ну, кусочек из головы, да, небольшой, и потом мы об этом поговорим с вами, уже более так конкретно. И пройду я, говорит Господь, это Бо, 12 стих читаю, и пройду я по стране египетской в ту ночь, и поражу всякого первенца в стране египетской, от человека до животного. И над всеми божествами Египта совершу расправу, я Бог. И будет та кровь для вас знамением на домах, в которых вы пребываете, и увижу ту кровь, и миную их, и не коснется вас кара губительная, когда я поражу страну египетскую. И пусть будет вам день этот в память, и празднуйте его, праздник для Бога во всех поколениях ваших, как вечный закон празднуйте его. Дальше будет речь о преснаках, и мы об этом тоже поговорим сегодня, даст Бог. Но давайте остановимся на вот этих словах. И прямая речь Бога, да, и будет вам день этот в память, и празднуйте его, праздник для Бога во всех поколениях ваших, как вечный закон празднуйте его. Во-первых, мы выясняем с вами, что это праздник не для людей, а праздник для Бога. И это в корне меняет то понимание, которое закладывается в слове Пасха, когда это все делается, и когда это люди празднуют, не понимая того, что они делают и зачем это они делают. Ну да, они, конечно, прочитали Пасха за наше Христос, закланная за нас, и все, для них этого больше ничего не надо. Они говорят, вот у нас Пасха уже есть, Христос, и мы вот уже ее празднуем, а это уже нам не надо, то, что ты сейчас зачитал. Друзья, мы с вами уже говорили и выясняли, и так написано и в новом книгах Нового Завета, так званых Брит Хадаша, что вне Израиля спасение невозможно. Ну, так сказано в Слове Божьем. И Завет, который называют новым, ну, я бы его так не называл, честно говоря, почему? Потому что это один из Заветов. Как это может быть? Новый, старый. Это такое, знаете, понятие, которое тоже оно было придумано римской церковью или тем крылом, которое пошло против Бога во всех своих деяниях. Так вот, в Завете, то, что большинство из вас, ну, как новый знает, там тоже сказано, что заключу Новый Завет с Домом Израиля и с Домом Иуда. И мы об этом неоднократно говорили, кто первый раз смотрит, говорю это на основаниях, опять же, Слова Божьего, там, где говорится, что Израилю принадлежат все обетования, все законоположения, ровно как и все Заветы. И если вы хотите, напишите, я скину вам местоописание, ну, на это описание, местоописание ссылку. И что же тогда делать? Ну, ответ прост, надо стать частью Израиля и частью народа. Потому что, если мы хотим поклоняться Богу Израиля, служить Ему, то, естественно, что мы должны стать Его народом. И тем народом, кто не по внешности такой, но тот, который по духу, да, в ком есть семя Аврамова, кто ведет себя подобно Авраму, кто милосердный. Ну, мы уже говорили о характеристиках Аврама, не буду повторяться, тепло дня, вот эта самая характеристика такая, к нему подходящая, он был как тепло дня для людей. То есть, в нем могли согреваться. Ну, и Тере, точно так же, Ишуа Машех, который говорит, и сказано, почему и сказано, что кто Машех, а тот семя Аврамова. И оказывается, ну, как бы, вот так, да, и смотрите, почему, с чего я хочу начать. Вот это наш урок. Хочу вам показать, как людей увели от истины. Почему? Потому что, во-первых, давайте поговорим о жертве. Я не отрицаю Машеха, и вы знаете мою позицию в этом вопросе. Я верю в Ишуа Машеха, как помазанного, открыть нам двери для спасения. То есть, он показал путь, если последовавшие за ним, этим путем они будут спасены. Но, друзья, вот у нас есть Песок, да, и сказано о нем Богом, и это закон во все поколения, то есть, закон вечный. Никто его никак не отменил, и никто его отменить не может. Он будет, пока будет существовать земля. Ну, как же тогда быть с Паской? Ну, я согласен, если Пасху рассматривать как отдельный праздник, отдельный от иудаизма, и отдельный от Слова Божьего, ну, к примеру, как 9 мая, или 1 мая, вот, тогда я согласен, ну, люди празднуют себе, пусть и празднуют. Но если претендовать на то, что это поклонение Богу, Израиля, да, то сразу возникают большие проблемы у нас. И они будут возникать в теологии, и в первую очередь еще, и с противоречия, потому что, ну, мы знаем, что, когда в последние дни своей жизни, да, вы помните, Ишоа своими учениками Ишоу, и сказал, что человека встретил, иди и скажи хозяину дома, пусть приготовит мне Песох Седр, ну, Песох, и я приду и буду там совершать. То есть, Ишоа, последнее его, одно из последних действований перед тем, какого бы он пошел на крест, это было по празднованию Песох Седра, то есть, от того праздника, который, о котором здесь написано. То, что говорят, что он там поднял чашу, и сказал, вот, моя кровь, и за вас проливаемая, мы все это понимаем. Но нигде он не сказал, что я отменяю Песох, и теперь вы не празднуете Песох, а празднуете Пасху, и в центре этой Пасхи становлюсь я. Такого нету, и если кто-то знает, где так сказано, покажите мне, пожалуйста. Я тоже хочу знать. Но такого не было. И если мы внимательно посмотрим на вот этот праздник вечный, который относится к шелушке и элим, к праздникам трех ног, к паломническим праздникам, как они говорят, потому что три раза в год приходили на поклонение. Так мы увидим, что в центре праздника, центром праздника, не является жертва. И не является пасхальный ягненок. Хотя называют, что Ишуа, это прямой прообраз этого ягненка. А здесь он центром внимания не является, потому что Бог говорит, что этот праздник, он для меня. То есть центром этого праздника является Бог Израиля. И все так всегда знали, и все так всегда понимали. Пока не совершился переворот, и вот эти люди, которые сначала, их было меньшинство, но по мере того, как расширялось все, они принимали новую для себя религию, они начали природные ветви выталкивать, вытеснять, и заняли их место, возгордились, вопреки тому, что сказано было, ты дикорастущая маслина, не гордись, но бойся, потому что не ты дерево держишь, а дерево тебя держит. Так вот они надмирились, они превознеслись над тем домом, в который они были призваны, и до такой степени, что в 325 году они, мы знаем, на Никейском соборе, они приняли новые правила, то есть они устранили Бога, и на первое место поставили себя и свои праздники, те, которые они там придумали. Один из них это Пасха, потому что Пасх, я понимаю, что это такое, это то, что Бог, к чему Бог готовил свой народ, и готовил там, в Египте, и мы понимаем, что там произошло, в Египте, в тот момент, когда уже вот эта теснота, мы говорили, Митсраим, это теснота, их насколько там в этой тесноте придрессировали, и так нас порой теснота придрессировывает, что мы думаем, что вот эта комната, а за ней, в которой я сижу, а за ней жизнью нету. Если бы я здесь родился и никогда не видел, что там за окном делается, если бы тут и окон не было, я бы думал, что вот это весь мир в этой комнате и заключается, а дальше ничего не существует. Вот так их зажали, ну, мы уже на прошлых уроках разбирали, почему это произошло. Вот так их зажали, и эта теснота их держала, пока не дошло до того, что сильный вопль начал ихний, и Бог обратил на это внимание и говорит, я вспомнил о народе и вспомнил о тех обещаниях, которые давал Авраму Исхаку Якову. И было Богом исполнено то, что Он обещал. То есть, Он говорил, я выведу вас из рабства, и потом вас освящу и спасу. Но сам праздник интереснее еще чем. Когда мы говорим о жертвах, то и о прообразах. Я считаю, что вот этот ягненок, он не есть прообраз Машеяха. Почему? Я сейчас объясню вам. Потому что сам Машеях его ел, в принципе, и праздновал этот праздник по его уставам. Ягненок был божеством в Египте. И египтяне ему поклонялись. И это очень серьезный ихний Бог был. Его нельзя было не трогать. Вы знаете, как в Индии корова. Подобно вот эти ягнята, они тоже были священными, и их нельзя было трогать. Жрецы до этого момента, они все чудеса, которые делал Бог через Моисея, они повторялись с успехом, и казалось, что, ну, и шо, вы говорите, что ваш Бог вот такое может, а мы тоже вот этому можем. Вы говорите, что такое может, а мы тоже вот так можем. И, ну, Богу надо было показать, что эти все идолы, и вот они что. И вот представьте, до какого состояния надо было дойти уже внутреннего, да, я говорю не о плохом, а о хорошем. То есть, внутренний, насколько уже Израиль созрел, и насколько возненавидел эту тесноту, этот Митсраим, что они, ну, цель воспитания, это послушание, это понятно. Они предпочли умереть, но исполнить то, что Бог им говорит. А Бог сказал, через Моисея и через Арона в месяц Ниссан 10-го числа возьмите ягнят в дома ваши и пусть они живут. У вас там 4 дня, а 14-го Ниссана наступает Песох, и вы должны его заколоть с поспешностью, съесть и отправиться в путь. Когда ягненка забирают от матери, мы, когда жили в Закарпатье, мы, у нас были и козы, и у нас были бараны, мы там держали, интересные наблюдения, конечно, я видел. У нас вот такие козочки, которых родила коза, ну, козлята, вот эти ягнята, они, она их сразу откинула от себя, а Оксана их выращивала, и они думали, что она их, их мать, и там бегали за ней, в общем, ну, к чему я? Так что, ну, у меня было время понаблюдать за всем этим. К чему я веду? Когда его забираешь от матери, ягненка, он первое время, ну, вот эти 3 дня, он точно будет там так мэка, они так мэкают, вот это, такой голос у них, казалось бы, ты такое мелкое существо, ну, как ты так орешь, непонятно, прямо, ну, прямо это же как, ну, ну, очень сильно они кричат, а что это, когда голодные? и вот представьте, а это не один, а в каждую семью надо было взять этого ягненка, и по устной торе, по мидрошам говорится, что начался такой сильный, вот этот, ихний плащ, этих ягнят, что египтяне не могли не обратить на это внимание, но так как это священное животное, его нельзя, тем более рабам, нельзя было к нему прикасаться, а тут они не то, что прикоснулись, они взяли его к себе в дом, а забрали у матери, и оно плачет, их не божество плачет, представляете, какое кощунство, естественно, как должны были египтяне отреагировать, естественно, ну, это грозило смертью для тех, кто так сделал, и кстати, были, опять же, исходя из устной торы, были люди, которые были рождены от евреев, считались номинально евреями, которые этого не сделали, побоялись сделать, но, я же говорю, до какого состояния духа надо было дойти, да, в сокрушенности перед Богом, и уже, а мне все равно, я не хочу больше отвлочить вот это рабское существование, да, я пусть или умру рабом, или стану свободным, послушав Бога, стану свободным, от третьего никакого не было дано, и, когда у египтяна, египтяне начали спрашивать, почему наш Бог там плачет у вас, ну, они сказали, потому что Бог нам сказал их взять, ну, и принести в жертву, и здесь насколько был, ну, очевиден конфликт интересов, да, и насколько это все было уже, ну, как бы выведено вот, в верхнюю точку надрыва, то есть, все держалось на волоске, вот, ну, когда бывает, иногда попадалось, ну, приходилось ли вам попадать в такие ситуации, где так напряжено все, что, вот, кажется, сейчас какой-то щелчок и произойдет какой-то взрыв, вот, я понимаю, что там, вот, в Мицареиме вот такое было тогда, потому что, ну, те не знали, что им делать, египтяне, они же видели проявление могущества уже Бога Израиля, и на Моисея, на Мошея они смотрели, кстати, как на Бога, ты будешь им как Богом, помните, Бог сказал Моисею, и еще в свете вот этих всех казней, которые они пережили, и тут вот такая наглость, не то, что они притронулись к Божеству, а они хотят его убивать, то есть, вот этот идол должен египетский был умереть, ну, они ему поклонялись, и, и вот наступает вот этот день, да, и когда ночь, точнее, потому что это ночь бдения Господу у левитов там написано, и когда наступил вот этот иншпиль, да, что, ну, когда израильтяне ну, начали, сделали то, что им Бог сказал, помазали косяки дверей, и, ну, когда пришла ночь, да, что, что произошло, когда они уже были готовы двинуться в путь, они обратили внимание, что в домах египтян начал заживаться свет, и там начинались сильные плач, крики, стенания, и вот так в одном доме, потом следующий дом был еврейским, там тишина, второй дом зажили свет, плач и крики, третий дом, и они начали показывать и говорить, Песок, Песок, смотри, перепрыгнул, то есть, ангел-губитель, который шел и поражал первенцев, да, египетских, он перепрыгивал дома, те дома, которые, ну, были помазаны кровью от этого ягненка, и в чем, в чем суть, опять же, надо видеть нам почему, ну, можно же было бы как-то и по-другому сделать, но здесь, сам смысл вот этого праздника это послушание и готовность умереть, но послушание Господу. Вот здесь Машиа, он как раз вот эту духовную составную он взял и сделал, и мы когда рассматриваем жертву, да, он свою жизнь положил ради того, чтобы быть послушным. Это можно было сделать по уму? Нет, никогда. Евсимания, Барения, нам показывают, что часть душевная сильно давила на него и он не понимал, каким образом все будет сейчас происходить и вот это еще и неизвестность, да, но что-то тяжелое приближалось, он же видел вот эти все ихнии колотнещи, что они там уже задумывали, и что они там какие планы строили, я имею ввиду Саду Киев, и на тот момент они находились в управлении фарисеев, это все не одной минутой делается, надо же и общественное мнение, и все подогреть и подвести, чтобы даже народ не защитился за него, и понимаете, но он когда сказал, да будет воля твоя, он принял, все же будет происходить дальше, я принимаю, как от Бога посылаю, и вот это будет твоя воля, а не моя, вот это смысл вот этого праздника, то есть это духовная составная, и здесь конечно он ее раскрыл в полноте, то есть он первенец, сын, который доказал свое послушание, не просто разговорами, а доказал это своей жизнью, и своим поступком, и так надо ли нам праздновать этот праздник, Машиах праздновал, и мы сегодня, сейчас понимаем, что как удобная религия говорит, кровь Иисуса на мне, все, я защищен, я спасен, и главное это исповедовать, но это же балабольство все, и сейчас вот вы подумайте, друзья, избранный народ, с которым Бог работал, и работает по сей день, потому что все обетования ему, и Бог так с ними поступает, и своим первенцам, точно так же, который родился от этого народа, а с теми, кто уже после него, те все уже дальше на расслабоне, вот я исповедовал, я сказал, все, и теперь я на небесах уже посажен, это не то, что, вот знаете, как бы, оно лишено всякого здравого смысла, но думаем же так тысячи, и придумали же для себя вот эти все, ну, понятно, что задурили разум, но почему мне не задурили, почему, ну, по меньшей мере, знаю сотни таких людей, как я, с незадуренными мозгами, и которые правильно понимают этот момент, и, ну, потому что те люди, они не старались на спине, ну, тех, кто сейчас так понимает, какие ауты, никогда не старались на чьей-то спине заехать в рай, этого невозможно, и те же, другая часть, они же на спине ваше не хотят съехать в царство небесное, это ошибка, друзья, это большое заблуждение, и большое обольщение, и почему этот праздник актуален, потому что первое, друзья, это постановление вечное, мы сейчас еще зачитаем вторую составную, и она немного о другом говорит, но по этому, я думаю, здесь дальше копать можно, конечно, и мы если начнем глубже вкапываться, мы еще другие увидим нюансы, но вот это главное, и на сегодня нам важно понять хотя бы вот это, дальше будет дальше, и дальше мы будем праздновать Песок, я больше расскажу, но пока хотя бы эту информацию переварите, почему, потому что она важная, важно понять, что те, кто поставил жертву и начал поклоняться жертве, как будто она и все сделала уже за него, жертва, и все, ему больше ничего не надо, и попали под серьезное обращение, потому что никогда никто в Израиле даже мысли себе такой не допускал поклоняться жертве, все поклонялись творцу, конечно же очистившись жертвы, и нам, друзья, с вами также говорится принесите свои дела в жертву, как это сделал на шеях, потому что это одна из составных нашего спасения, но почему-то вот так легче, конечно, конечно, я, ну, удивляюсь, почему так много людей, которые принять на ура вот эту ложную благодать, которая позволяет грешить, и позволяет, ну, мы же под благодатью, закона нету, да потому что от брюсней к брюсне легче перейти, чем от брюсней к истине, я уже говорил, и еще раз вам скажу, ну, я, это мои наблюдения, почему я с вами их делюсь, потому что это то, что я видел на опыте, когда говоришь истину, она так прибивает людей, что, ну, они говорят, мы понимаем, что ты говоришь сейчас правду, но мы больше никогда не будем этого слушать, почему, когда ты говорил, у нас кости начало ломить, и она тяжело усваивается, эта истина, потому что надо все менять в своей жизни, а так удобно, так делай, как хочешь, все, все уже за все заплачено, но, друзья, это неправда, это было бы большой несправедливостью, и к тем, кто приносил действительно себя в жертву, и к тем первым, первоапостольской это общение, которое было гонимо, которое, ну, тоже было в меньшинстве, потому что большинство осталось, ну, так им было выгодно, тогда тоже все у них уже тогда было в таком разобранном состоянии Израиль тогда находился, что, ну, разрушение храма просто не происходит, оно произошло через 70 лет после жертвы на шеаха, и понимаете это, да, все, читаем дальше, идем дальше, если есть у кого-то вопросы, пишите, я буду рад на них ответить, или, ну, то, что я понимаю, я отвечу, то, что я не понимаю, ну, когда вы пишите какой-то вопрос, а это, ну, он риторический, вы готовы на него сами ответить, еще и причем с каким-то учением, там, которое для меня непонятно, и говорить, а что ты на это скажешь, я ничего не скажу, ну, то, что я не понимаю, я не буду даже комментировать, ну, зачем, ну, если ты так понимаешь, понимай, ну, зачем мне это комментировать, если я этого не понимаю, вот здесь я не буду ничего делать, сразу произображаю, ну, если, потому что я учу что-то непонятно, какие-то нюансы, или какие-то, пишите, с радостью отвечу, и, ну, потому что, может быть, я упускаю какие-то детали, ну, я считаю их несущественными, а для вас они очень важны, чтобы, ну, разобраться, пишите, отвечу, читаем дальше, и, так, вечный закон, сказано, в поколениях ваших, как вечный закон, празднуйте его, с этим разобрались, потом, дальше говорится, семь дней ешьте опресники, а к первому дню устраните квасное из домов ваших, ибо душа всякого, кто будет есть квасное, с первого дня до седьмого дня, будет отторгнуто от Израиля, в первый день священное собрание, в седьмой день священное собрание, да будет у вас, никакой работы не делайте в эти дни, только, что служит в пище для кого-либо существа, либо оно может быть, лишь оно может быть приготовлено для вас, и оберегайте опресники, ибо в тот самый день я вывел ополчение вашей из страны египетской, и соблюдайте день во все роды ваши, как вечный закон, опять говорится о вечном законе, вот как можно понимать словосочетание вечный закон, кто скажет, мне из тех теологов, которые сказали, что сейчас все по-другому, мы живем в другое время, ну так значит, а как с вечным законом быть, то для евреев, так все для евреев, вся Тора для евреев, все писание, и включая Новый Завет для евреев, и что дальше, тогда, у вас новая религия, которая, правильно, у вас новый Бог, новая религия, так я могу понимать, и даже претензии у меня, я же не, ну, почему я мало внимания уделяю мусульманам, ну, потому что, пусть они воспользовались с Торой, там же об Исмаиле сказано, они говорят, что Исмаил был любимый, это он в жертву приносился, ну, и так дальше, я не хочу сейчас комментировать, но я же не комментирую ислам, потому что там нету вот такой претензии, как есть в христианском мире, и так извратить Песох, вот мы читаем недели опресников, что же мы видим, ну, вот, в христианстве, мы видим, колбасы, мы видим Пасхи, вот эти, все говорят, о, это мы знаем, что это, ну, которые похожи на мужской деторожидан, родящий орган, с яичной, это же, это же вакханалия, это, насколько это противоречит постановлению вечному, но все успешно это делают, и православные, и католики, и их, и протестанты, едят это квасное, а здесь сказано вот такие страшные слова, душа, которая будет есть в эти дни квасное, она будет истреблена из общества Израилевого, а в ней Израиля спасение невозможно, покажите мне хотя бы один, один завет, который Бог, народ Божий только в завете должен состоять с Богом, покажите хоть один, где он заключился с язычниками, и если вы говорите, что мы не язычники, а мы Израиль, тогда для вас это постановление вечное, больше того, оно насколько страшное, что говорит, душа, которая будет в эти дни есть квасное, она будет отторгнута от общества Израилева, давайте я дочитаю до конца, 14 дня, день первого месяца с вечера ешьте опресники, то есть Песох начинается и начинаются дни опресники, дни чистоты, если вы скажете, что это это же все внешнее, там из домов убирать, никогда праздники Господни не были внешним, понятно, что наводился в домах порядок, вычищалось и выносилось все квасное, это тоже акт послушания, но смирение своей души, вот вы попробуйте хотя бы раз, 7 дней, я для тех, кто не пробовал, 7 дней ешьте мацу, и я посмотрю, как будет бунтовать ваша плотяка против этого, и что она будет вам туда рассказывать, что это вообще не о нас, зачем оно нам надо делать, плоть, если вы не можете обуздать свою плоть в таких вещах, которые явные, зачем же нам тогда идти дальше, друзья, ну, если сейчас я начну говорить о более глубоких вещах, и о более серьезных, ну, а здесь просто то, что связано с брюхом, ну, уже сказано, Бог их чрева, понимаете, потому что они чрево угождают своему, и им плевать, что это дни чистоты, дни освящения народа, им главное, чтобы пузо свое было, ну, в добре, и дальше написано, семь дней закваска не должна находиться в домах ваших, ибо душа того, кто будет есть квасное, отвергнуто будет от общества Израилева пришелец, он, или коренной житель страны той, то есть, это, когда говорят, что мы же для нас язычников было положено, там не есть удавленный, тара-та-та-та-та, хорошо, а вот это что, здесь написано, что даже если ты пришелец и в народе, да, но ты в эти дни начнешь квасное есть в дни опресноков и в дни чистоты, оторвнута любая душа, даже пришельца, но если ты пришелец, если ты еще, ну, ты только пришел, а этому не учит нигде, младенцы, которые приходят в общины церковные, их этому не учит, их заквашивают сразу в эту горящую, в эту нечистоту, лицом бросают и потом ждут от них каких-то добрых поступков, да, как будет заложен фундамент духовный, так оно дальше и пойдет, потом очень трудно эти стереотипы разрушать, я знаю почему, потому что я общаюсь подолу с людьми, которые вот заквашены церковной системой, показывая все эти вещи, они чухают голову, раздирают, они не могут себе уместить, а как же ну а как же тогда все, я говорю, при чем тут все, ты с собой разберись, ты смотри, здесь же, это же слово божье, давай оригинал, ты не веришь, что здесь правильно переведено, давай я на юрите зачитаю, давай включай переводчик, и как он тебе будет переводить, ну друзья, ну это же нонсенс, брать в руки Библию, читать ее, и не видеть вот этих вещей, а что такое Пасха, здесь Песок перепрыгал, что такое Пасха, Христос заклан за нас, как это Христос, Христос это вообще помазание, помазание закололи, или что, ну вот это объясните мне, и я скол, ну это на разных уровнях, друзья, у меня, я же никогда не воевал, и не воюю с людьми, почему, потому что я считаю, что все люди хорошие, но есть же система, понимаете, а против системы, да, и до конца своей жизни буду воевать, так вот эта система, она так крепко, и она так сильно промыла разум, что людям, что слово Божье для них не авторитетно, начинают выдумывать, выкручивать, ну такое, так здесь нельзя выдумывать, здесь все черным, по белому написано, дочитаю до конца, или коренной житель страны той, ничего квасного не ешьте, во всяком месте пребывания вашего ешьте опресники, то есть даже если ты находишься вне Израиля, опресники, когда не было у нас доступа к маце, да, мы сами пекли эту мацу, делали, всю как пекла, делали дырочки в ней, ну все, и рассказывали людям, почему это так, а почему это так, а почему вот, но то, что где я их возьму, где я возьму мацу, это тоже не подходит, сказано, где бы ты не был в Израиле, в Эрес-Израиле, или в Галуте, квасное, семь дней опресников, и эти дни, они говорят не только о внешней чистоте, они говорят и о внутренней, естественно, что две составных, но если нарушена одна хотя бы из них, то это уже полупраздник, это уже не обои, и тогда делайте вообще, что хотите, потому что ну, лукавить можно с другими людьми, но с лукавым Бог говорит, в оригинальном переводе написано с лукавым я лукавлю, то есть вот и все, вот так как ты делаешь, ты так и получишь, да, ты, ну, высшие силы ведут человека туда, куда он сам хочет идти, вот так, друзья, бывает, и так оно есть, и я буду заканчивать, и, ну, возможно, мы еще в этой главе что-то получим, думаю, если завтра Бог будет давать здоровье, запишу урок, урок, но вот это очень важно, друзья, очень важно вам понять, очень важно поделиться этим с другими людьми, потому что упита кровью святых, она, ну, она, она даже детей, ну, детьми Божьими кровью питается, это вавилонская блудница, которая вот так все выкрутила наизнанку, возьмите устав про Песоха и сравните с тем, что происходит на Пасху, и вам все странит сразу понятным, или вы вообще тогда, ну, стерли ваше сознание, вы не, ну, разум, и вы больше не способны размышлять, или же эта вас информация, она встряхнет и оставит задуматься, вот два варианта, третьего не дано, и, ну, мои, ну, если я где-то что-то говорю радикально, друзья, это не для того, чтобы кого-то обидеть, или оскорбить, или чью-то веру разрушить, здесь нету такого, для того, чтобы хоть как-то вот мозги включились, и хоть задумайтесь на секунду, те, кто смотрит, и те, кто будет, ну, делиться этим видео, поэтому, не думайте, что человек любой, и в том же, то, что говорю я, можете проверить, но я вам читаю чистый текст Торы, чистый, в Библии приблизительно так написано, но, может, с какими-то нюансами, это надо сравнивать, я этим не занимался, готовясь к этому уроку, но, поверьте, вот этот текст, который я читаю, он намного пральдивее, чем, есть сомнения, изучите ивриты, переведите сами, все, тогда не будет проблем, друзья, все, думал, сделать коротенькое видео, как обычно, ничего не получилось, но, ну, так у меня получается, не могу я делать уроки по 15, по 20 минут, как мне советуют, ну, вот, то, что получается, то получается, там, если вам тяжело смотреть, делите его на две части, смотрите сначала одну, потом вторую, хорошо, друзья, спасибо всем за помощь и за внимание, и спасибо всем за поддержку, еще раз говорю, и молитесь, может, даст Бог, мы где-то на следующей неделе подойдем уже к, ну, к операции, потому что начали сдавать сейчас анализы, там, уже куча денег сразу вылетает, и еще они, ну, неправильно сделали, на анализы, чтобы вы понимали, в больнице их не делают, от какая-то, ну, реформа нашей медицины, там же все, посылают в Синеву или еще куда-то в платные вот эти анализы, и сделали, сделали неправильно, иди второй раз сделай, и вот так, ну, думаю, что это все, ну, срушится с места, делаем верой, чтобы вы понимали, потому что всей суммой, той, которую сказали нам иметь, нету, но денег для операции, для последующего лечения, ну, будем делать шаги веры, а там, как оно будет дальше, один Бог знает, и да поможет нам Господь, я не знаю, ну, он всегда помогал, я думаю, и этот раз не оставит, поэтому прошу, молитесь, и все будет хорошо у нас, друзья, все, ставим лайки, комментируем, распространяем, молимся, и, ну, любите друг друга, поддержите друг друга, действительно, ну, мы, нас не сильно много, и с таким пониманием, как вот, о котором я говорю, но наша сила в монолите, в сплоченности, и, ну, вот, в единстве, если так будет, тогда обязательно, по одному, по одному очень трудно будет в этом мире устоять, и по одному, ну, это безнадежно, потому что, имея вот такой опыт, уча, сколько людей уже, ну, прошло, ну, и, нам иногда такие давления идут, с депрессией, с таким, с ударами по здоровью, совсем, ну, я понимаю, если мне уже, я думал, у меня шкура, как у носорога, ну, ее практически ничем не пробьешь, а и бывает мне тяжело, то я представляю, как, ну, людям, которые не прошли вот такой путь, как я прошел, насколько вам бывает трудно, но, держитесь, Бог, есть живой Бог, давайте, не забывать об этом, и, он не оставит, и не покинет нас, я в это свято верю, благословляю вас, обнимаю, всем, шалом, до скорой встречи, думаю, ну, скоро увидимся в новом уроке, шалом, шалом, шалом. Субтитры создавал DimaTorzok,